Всем привет дорогие друзья, с вами Грегорий и добро пожаловать в город Аристатовск. Давно у нас не было новых видео про ролик, извиняюсь, про Аристатовск, поэтому представьте, что поудобнее, есть нововведение, которое вам понравится. Все, последнее нововведение в городе я построил в Гагаринском районе, то есть во втором районе города, где будет аэропорт, но это пока не точно. Последнее нововведение тоже на улице Естегнеево, у нас на перекрестке двух улиц, это у нас улица Естегнеево, здесь улица Авиаторов, у нас щетенец микрорайон из пятиэтажек. В общем, что я построил, здесь у нас автомойка самообслуживания, Букер Кинг, слово первое в городе, и кинотеатр Содол. Так, давайте начнем от самого маленького, будем переходить от самого маленького к большому. Вот такая у нас автомойка самообслуживания, тут у нас машина заезжает туда и прибывает в эту, как сказать, зону для мойки. Тут у нас идейники, тут у нас различные дужки, я забыл бы сказать, как назвать дужки, ну типа, чтобы можно было помыть машину, все такое. Тут у нас терминалы, где мы можем оплатить мойку машины, это у нас сливные коллекторы, куда вода сливается, и даже дорога для выезда. Следующий, это у нас Букер Кинг, кто это в первом городе, и я, можно сказать, планировал Букер Кинг сделать, но не было полу для этого. Тут опять, тут опять дырка на руке. Да, я раньше планировал Букер Кинг сделать, но не было у меня, вот где, не было возможности, где ему сделать его, сделать. Ну вот, в Каганинском районе нашлось ему место. Тут у нас вывеска Букер Кинг, тут у нас две мусорные, две мусорные урны, и адрес улица Авиаторов, дом 2. Тут у нас такой интерьер, такой вот, тут у нас широкий проход, тут у нас термин кассы самообслуживания, где можно заказать, сделать заказ здесь. Кассы, и даже есть окна, но это для Кинг-Афта. То есть машина заезжает, тут у нас, тут водитель выбирает заказ, тут оплачивает, и тут получает заказ. Ну и кухня, правда, вышла она маленькая, как бы странно, не случайно. Так, я случайно, что ли, сюда поставил, или не случайно? Я до сих пор не знаю. Ну, кухня получилась, ну, кажется, бедная, но, можно сказать, очень просторная там. И два прохода, два входа на путь. Следующий, уже побольше, это кинотеатр Сокол. Вот он. Раньше я планировал сделать кинотеатр Сокол, но нужен был плот, то есть нужно было время для того, чтобы провести хотя бы дорогу, то есть я планировал именно вот здесь построить этот кинотеатр. Нужен был плот, да. Вот, как бы парадоксально не звучало, но как бы, ну, как бы не было, так сказать, как или нет. Это может показаться личным бредом, но я решил сделать небольшой лесбилд и добавить еще одну кокружку. Зачем? Пешеходная, точнее, пешеходные переходы, да. Короче, здесь я планировал сделать кинотеатр Сокол, и я раньше вообще планировал сделать, ну, творец культуры, но я решил, что нет, давайте лучше кинотеатр сделать все. Кстати, да, вот парковка, парковочная зона здесь, вот здесь, вот, возможно, я сделаю, возможно, я приведу дорогу в объезд вокруг, ну, точнее, то можно было со стороны парковочной зоны вот здесь вот и выехать на улице Авера, вот здесь. Ладно, давайте все-таки зайдем внутрь кинотеатра. Кинотеатр, конечно, получился не слишком большой, но не слишком маленький. Тут у нас выискать кинотеатр Сокол, Тримусов, Тримусов, пока, ответ. Светильники. Тут у нас сидение, туалет, правда, к сожалению, общий. Опа, я даже не дать его. Вот, извините. Туалет, твой, он такой-то обычный, тут у нас две кабинки, две раковины, в общем, по стандарту. Сидение, как я говорил, кассы всего три штуки. Ну, все равно темно, очень темно. Раньше эти кассы должны были располагаться здесь, но потом я эти кассы продвинул, вот, они под лестницей. Дальше операторская, где у нас, опять, и включать проектор, где вот, показывать кино, вот. Такой широченный экран, то есть, вот, вот, такой вот. Насколько шире я ему, может, может, дело, а может, не дело, забыл. И зал, у нас так вот, разделен вот так вот. Тут всего пять, всего пять рядов, тут у нас, вот, такие сидения, ты можно посидеть с партнером. Ну, и если вы, например, с девушкой ходите, вот, и на другом конце, тут у нас, уже для одного человека, то есть, сидения, идут двойные сидения. Ну, это типа подлокотники, из красной черты, вот. Ну, и ступеньки, я использовал, использовал акациевыми ступеньками, из акациевых ступенек сделал лестницу. Дальше у нас свет, то есть, когда уже сеанс начинается, они просто выключаются, и колонки, вот, такие вот. В общем, я все сказал про кинотеатр Сокол. И последнее, маленькое, хотя нет, не последнее, но еще одно ознавление, уже в том же городе, в том же районе, это уже на улице Свердлово, то есть, на другую перекрыски, авиатор Свердлово, это почта, уже четвертое в городе по счету, я веду учет, из них указывается, какой уже идет по счету номер отделения, я также заполню себе его в, извиняюсь, в Google Документах, где для себя учет, где, где, в каком, где, где, какой номер отделения, в какой, где располагается адрес. Почта 0, отделение почты под номер 4, располагается по адресу улицы Свердлово, дом 6, при сфере. Тут у нас 4 банкомата, почта-банка, как бы, случайно, как бы странно изучил, пусорный пак, украшение такое, сиденье, где можно подозраться в ее очереди, кассы, ну, всего 3 штуки, ну, типичная почта, типичная почта, что вы хотели, и доска, доска объявленней, ну, не совсем доска объявленней, ну, тебе, тут у нас еще пустой место, такое-то, еще осталось немного места, но я не придумал, что, чем заполнить эту территорию, поэтому, вот, такая вот фигня вышла. А, кстати, вот я упустил один момент, кстати, вот здесь можно было бы сделать доступ. В общем, вот такое вышло, вот такое вышло отделение почты в КГРСКО районе города. И вот последнее обновление на сегодняшнем видео, я старался, как говорится, на закуску, это у нас вкусвилл, то есть это уже... Я решил расширить сеть магазина Вкусвилл, просто потому, что понравилась, эта марка понравилась, и я решил ее расширить в стиле увеличения доступа до нового магазина, типа, близко, рядом с домом, короче говоря. Второе, вот, по счету, по данным брендам магазин располагается на улице Ворошилла, рядом с этим живым домом, где у нас, вот, Покатик Сбера, там, против Депо. Я до сих пор, можно сказать, нахожусь в творческом поиске, типа, чем занять, можно сказать, занять эти пустыри на Ворошиллу. Да и, в принципе, не только там, там еще несколько пустырей на комендантской проспекте, вот даже вот здесь дворов там еще нету. В тех домах тоже дворов пока что нету. Есть также еще несколько пустырей на Чкаловской улице, возле общественной приемной партии Единая Россия, и, в том числе, на Чкаловской, только уже возле микрорайона крупного. Ладно, зайдем, у нас будет проход, он у нас стандартный проход и проезд для инвалидных колясок. У нас три кассы, в том числе еще три самовслуживания, такие вот, полочка, где можно разложить тавер по пакетам после покупок, камеры хранения из бочек сделал, и дальше вот, на свободу, по стандарту, отдел замороженной продукции, и просто полки вот. Я решил подойти более творческий, просто вот такой вариант сделал. И два прохода в служебное помещение, тут у нас склад и три кабинета сотрудников. Ну, то бишь, это заведующая склада, директора и так далее, товаровед. Дальше вот у нас выход, точнее, я не знаю, как называть, но, в общем, место, где ведется разгрузка товаров, в грузовид проезжает, например, также газелька распро... Ээээ... Эээ... Открывал... И... Рабочие за... Экспедиторы... Ну, водители... Газельки заходят туда, завозят и привозят... Заводят... Заносят туда товары. А дальше сотрудники и будут раскладывать товары по полкам. В общем, на этом у меня пока что всё. В заключении хотелось сказать о том, что... видео про всё-таки будут выходить реже, поскольку у меня... По техническим причинам... У меня, ну, конечно, успокоился. Вроде... Вроде как успокоился уже. Ну, трындец в случае. Но, тем не менее, опасения всё же остались. То, что опасения может повториться... То, что эта ситуация может повториться. Поэтому... В целях безопасности я решил... Я делаю видео по... Видео, можно сказать, редко. То есть, редко захожу в Майнкрафт, редко что-то делаю. И здесь все были предложения передать кому-то город... Передать кое-кому город... В добрые... В хорошие руки. Или, скорее всего, таковым можно назвать. Да-да, я хотел сказать про глинизера. Про одного знакомого. Который предлагал мне передать пока что... Айсадовск в его руки. Во время... В связи с... В связи с... Неподчеркническими неполадками. Ну, пока что неполадок нету. Но, тем не менее, опасения до сих пор существуют. В общем... Была просьба... Было предложение, типа, передать ему в хорошие руки. Но я сказал, что нет. Я не буду... Я не намерен никому передавать свой город. Айсадовск. Было, конечно, предложение... Дайте ему, можно сказать... Поручение, типа, сделать... Ново Айсадовск. Чтобы понимать... Айсадовск только уже... Второй город в... Ну... В одном регионе. Ну, только на другой карте. И с другим названием... Ново Айсадовск. Ново Айсадовск. Вот так он должен. Ну, проект я покажу... Ну, это, можно сказать... Еще и конца... Проект пока что находится... Пока что находится на стадии... Ну, как на стадии... Я еще, можно сказать... Еще окончательно не реализован, не придуман еще. То есть, требуется проработка... Требуется проработка данных. Ну, что ж... На этом у меня пока что все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите идеи для города и для видео в целом. Залетайте также ко мне в описании под видео. Там мой сервер в Дискорде, в чат, в Телеграме. И группу ВКонтакте. Ссылки на все про все в описании под видео. Но также залетайте в группу Прайанс Айсадовск. Также ссылочка тоже будет в описании под видео. Там будет опубликовано новости города. С вами был Грегорий Эджерт. Я известный создатель и владелец Айсадовска. Также канал Грегорий Эджерт. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.